Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок, меня зовут Русский Хован, я вас приветствую. Сегодня мы поговорим с вами о пользе и возможностях использования различной листвы, деревьев, которой сейчас, в этот осенний период, уже очень много, и, конечно, хочется использовать ее с толком. Листва содержат значительное количество питательных веществ для почвенной микрофлоры, и это делает ее прекрасным органическим компонентом для внесения в почву. Многие опасаются вносить листву в почву в связи с тем, что она содержит на себе каких-то вредителей и какие-то болезни. Однако надо помнить, что среди ландшафтных деревьев, а это клён, это дуб, это даже орех, ничего страшного, про юглон мы как-то уже говорили, яси и немногие другие деревья, они не содержат каких-то вредителей, болезней, которые бы активно пересекались с нашими огородными растениями. Единственное дерево, с которого я бы не стал собирать листву, это липа. Липа, к сожалению, болеет некоторыми заболеваниями, которые характерны также и для садовых растений, цитоспороз, например, поэтому липу я бы избегал. И вообще ее листья всегда очень населены тлями, другими вредителями, а все остальные можно брать. Вот очень часто спрашивают про то, что на листьях клёна вот такие вот черные пятна. Опасны ли это для садовых и огородных растений? Нет. Это заболевание крайне характерно только для клёна и абсолютно не опасно для растений в огороде и в саду. Поэтому максимально используйте листву для заделки в почву, с тем, чтобы она естественным образом там разлагалась, была хорошей подкормкой для триходермы, для различной микрофлоры и значительно улучшала и структуру почвы, ее плодородие формировало, благоприятные условия для растений. Кроме того, листва очень хороша, как укрывной материал. В качестве укровного материала вы также можете использовать разные виды деревьев, не опасайтесь, но то же самое касается липы. И очень хорошо, лучше всего укрывать листьями дуба и листьями ореха. Почему? Потому что они в значительной степени содержат галловую кислоту. Галловая кислота это такой сильнейший противомикробный агент. Многие опасаются этих листьев, потому что они якобы оказывают аллелопатическое влияние на те растения, которые мы укрываем. Однако же, именно укрытие никак не сказывается отрицательно аллелопатически на наших растениях. Поэтому совершенно не опасайтесь этого. Что делать с листвой по весне, когда надо раскрывать, не надо раскрывать, каким образом поступать. В принципе, растения многие выдерживают такое мощное мульчирование листвой, которое остается после зимы, после вот этого укрытия. Розы те же там и многие другие растения. И в принципе, можно не открывать, не убирать эту листву. Все нормально, все хорошо. Но если эстетически вам как-то она мешает, то, конечно, вы можете раскрыть, подсадить на ее место какие-то растения, однолетники и так далее. Но это все зависит исключительно от ваших вкусов и намерений в отношении будущих грядок. Еще очень хорошо из листвы делать компост. Но вы должны понимать, что в листве вот в этой достаточно малое количество азотистых веществ и довольно мало фосфора. Но в значительном количестве содержится калий. Куда делся азот и фосфор? Азот и фосфор весь перекочевал в древесину, в ветки, в почки. Связался там в виде органических и других веществ. И накопился для того, чтобы весной растения стартанули. А в листьях их мало. Поэтому при компостировании листьев не забывайте ни в коем случае вносить сюда, к компосту из листьев, вот к этой массе листовой, обязательно вносите суперфосфат, муку фосфоритную, костную муку. То, что вам более доступно, что более дешево, как источник фосфора. И кроме того, надо вносить азот. Для быстрого компоста вносите обязательно азот в аммонийной форме. Аммячная селитра, нитратная форма, ну аммонийная оптимальная является лучше всего. Перекладывайте листья обязательно навозом, куриным пометом. То есть теми, той органикой, которая содержит значительное количество аммонийного азота. Селитру можете использовать, как я уже сказал, аммячную. Сульфат аммония можете использовать. Но помните, что при использовании сульфата аммония для быстрого компостирования листвы и других растительных остатков, масса очень быстро закисляется. Поэтому прибавление доломитовой муки или извести является весьма благоприятным. На вот такой огромный мешок 200 литров листвы вам необходимо будет стакан суперфосфата, стакан селитры и стакан мела. Вот это все можно перемешать, перебаламутить вместе с листвой и можно делать вот такой вот компост. Добавление дрожжей в значительной степени улучшит компостирование листьев. Ну пролив, какая-то пропиточка будет очень-очень хороша. Таким образом, использование листвы является многофункциональным и для укрытия, и для непосредственной заделки в гряды, и для приготовления компостов. Не пренебрегайте этим компонентом, но одновременно помните, что листва являются очень важным природным таким местом, где селятся и различные полезные, в том числе насекомые. И которые сохраняют плодородие наших лесов, парков, то есть то, откуда вы эту листву будете изымать. Поэтому не изымайте ее полностью, изымайте хотя бы наполовину, а половину оставляйте природе. И в конце, те, кто дослушал, скажу о плодовых деревьях. Можно ли точно так же использовать листву плодовых деревьев, как и листву ландшафтных деревьев? Да, конечно, можно использовать, несмотря на то, что она содержит некоторое количество действительно болезней, там и паршайка, и комикоз, может быть, и могут быть повреждениями вредителей. В этом случае обязательно при компостировании или при закладке в гряды этой листвы обязательно добавляйте туда триходерму. Не важно, что температура почвы уже понизилась. Как только эта температура почвы станет благоприятной для развития патогенной микрофлоры, она одновременно станет благоприятной для развития триходермы. Там все подружится, и никакой опасности эта листва нести не будет. Поэтому препараты триходермы, там друг садовода-огородника, другие препараты триходермы, триходермин-БЛ, препараты, нарощенные самостоятельно в домашних условиях, будут прекрасным сопутствующим компонентом для того, чтобы не бояться того, что листва может быть источником инфекции. Используйте, используйте с толком. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok